Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрессир Мобайл. Так, сегодня у нас прошло обновление. На Зелонге подкинули к Новому Году или Рождеству католическому 25-му кучу халявы. Давайте посмотрим. Ну, призывы это призывы. Это что у нас? Баннеры какие у нас? Баннер с Зеландиусом, Юлей Джаглером и с Ландфордом, Шелфаниэль и Виражем. Если кто-то из них и вам нужен, можете попытать удачу и вытащить. Может быть, даже кого-то гаранта. Что у нас еще? Одослави, это каждый день, за заход каждый день мы получаем плюшки. Здесь плюшки довольно-таки прям жирненькие, особенно если недавно открылся новый сервер. Если вы, допустим, только туда зашли для новеньких, вот эти все награды, это прям лучше не бывает буста. Потом у нас ивент поиска о Снежном Ефрите. Немножко позже о нем поговорим. Посмотрим, что там у нас. Предварительно просмотр нового континента нам дали. Обязательно не забывайте заходить, смотреть на него и забирать наградки. Каждый день, здесь вот первый день было здесь. Здесь, ну, то есть он нарисован. Если вы не забрали подарок, здесь нарисован подарочек, типа коробочки. Нажимаете сюда, вас перекидывает на описание этого континента, типа, и вот здесь забираете награду. Не забывайте делать это каждый день. Я думаю, награды будут тоже хорошие. И что? Играники у нас, карточки. На следующей неделе у нас с вами большое, видать, обновление. И вполне возможно, что это будет уже 3.0 само обновление. Новый континент и прочее. Там очень много будет нового контента, новые герои и прочее. И давайте, что, пойдем смотреть с вами повесть о снежном нефрите. Узнав о желании маленькой девочки, дедушка подарков ехал на своих санях в снежные ночи, чтобы незаметно кинуть священных конфет в дымоход ее дома. У камина девочка подвесила чистые носки, чтобы милые конфетки попали из дымохода прямо в них. На следующее утро девочка потрогала носки и обнаружила там конфеты, сияющие подобно кристаллам. Лиан, если мы тоже повесим носки у камина, дедушка подарков принесет конфеты и нам. Конечно, дедушка подарков приносит не только конфеты, но и особые подарки. Но в городе ведь так много жителей, так что у дедушки подарков очень много работы. Сестренка, а вдруг он про нас забудет? Не переживай. Каждый раз, когда наступает день подарков, девушки с подарками помогают дедушке разнести его подарки. Точно. Прекрасные и чуткие девушки с подарками никогда не подводят детей, которые хорошо себя вели. И раз уж в этом году девушками с подарками будем мыть. Что? Дай взглянуть, дай взглянуть. Здесь есть все необходимое для лепки снеговика. Эй, Шерри, ты? Теперь мы тоже сможем слепить снеговика. Спасибо, мисс Шерри. Вперед, детишки. Слепите огроменного снеговика. Тогда будь то дедушка подарков или девушки с подарками, они ни за что не пропустят в детский дом. Хорошо, мисс Шерри, мы сделаем большущего и прекраснейшего снеговика в мире. Шерри, правда, отлично ладит с детьми. Постойте, Шерри, ты что, специально в меня врезалась? И сестра, почему ты вдруг закрыла мне рот рукой? Ну серьезно, Анжелина, как ты могла сказать, что мы играем роль девушек с подарками прямо перед детьми? Ты что, не понимаешь? Это же подорвет их веру в чудеса. Заставить их потерять веру в чудо прямо в день подарков, да еще и в столь юном возрасте. Это просто неправильно. Нельзя совершать такие жестокие поступки. Простите, я и не подумала. Принцесса Анжелина, принцесса Шелфаниель, вы проделали такой большой путь, чтобы прибыть сюда. Да, я ждал вас только через несколько дней. Мы выехали сразу, как только получили приглашение на ваш день подарков. Не только дети его ждут, но и мы тоже. А, Лиана, вот наш подарок для детей. Ого, как мило вы его покопали. Можно его открыть и посмотреть, что там? Если откроешь его сейчас, испортишь сюрприз. Точно, мы приготовили особые подарки для всех детей в зависимости от того, что им нравится. Был непросто, но одна лишь мысль о восторге на их милых личиках заставляет нас трудиться еще усерднее. Хотя, я думаю, что в сложившейся ситуации, лучше пока что держать все свои подарки при себе. А, Лиана, что-то произошло? Это просто возмутительно! Это же голос Розалии. Мне плевать, кто это сделал, но он за это поплатится. Розалия, почему ты держишь подарок так, словно он вот-вот взорвется? Что? Почему этот подарок издает такой звук, словно там сидит слой? Это уже шестнадцатый подарок, который подменил этот фанатик подарков. Какой же мерзавец! Постой, кто-то подменяет подарки? Верно. В городе недавно появился фанатик подарков, постоянно подсовывающий в подарки людей всякую жуть. Это что-то вроде жестокой шутки. Этот монстр подменил милую плюшевую игрушку на скелета, кричащего «Рок-н-ролл!» А книгу сказок на книгу призыва, из которой выпрыгивает бесенок. А теперь он подменил музыкальную шкатулку, которую я разыскивал без малого три недели на это, на слайма, поющего похабный детский штишок. И что еще хуже, он превратил всех имбирных человечков в эпическое кафе в неприглядное ядовитое десерт. Хейн всего лишь его попробовал, как у него тут же скрутило живот. Кстати, о Хейне. Интересно, ему уже стало лучше? Этот идиот надеется, что все эти покасти сойдут ему с рук в мою смену, и я это так просто не оставлю. Да уж. А есть ли у вас какие-то идеи, кем может быть этот фанатик подарков? По показаниям свидетелей, у фанатика подарков есть пара странных крыльев на спине, и он часто летает по городу посреди ночи. А его одежда чем-то смахивает на наряд дедушки подарков. Что? Какое-то там чудило притворяется дедушкой подарков? И это уже перебор. Мы сегодня же покончим с этим гадом. Нам до сих пор мало что о нем известно. Одно дело, если это какой-то незадачливый шутник, но вдруг он затеял что-то по-настоящему злобное. Это может стать серьезной проблемой. Точно. Так что нам нужно быть крайне осторожными. Особенно, когда речь идет о приюте. Этот фанатик подарков явно нацелился и на них тоже. Дети так долго ждали день подарков. Нам нельзя оплошать. Первый отряд. Вы вместе со мной и Шерри будете патрулировать восточную часть города. Второй отряд. Вы под командованием принцессы Анжелины будете патрулировать западную часть. Ну а вы, принцесса Шелфаниэла или она, останетесь охранять приют. Дети ни в коем случае не должны пострадать. Вы можете на нас положиться. Вот черт, опять все про меня забыли. А ведь в пословице говорится, кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и умно живет. Я ведь больше не ребенок. Как скучно. А? Эта тень только что? Хм, поверить не могу, что сегодня столько народу патрулирует город. Неужели они уже догадались о подмене подарков? Но разве люди не должны торжественно открывать свои подарки строгого во время вручения подарков? Приют окружает целая толпа, в него уж точно никак не попасть. Похоже, придется выбрать другую цель. Остановись. А ну прекрати свои подозрительные действия. Что ты задумала? Ой, меня заметили? Тыгдум, тыгдум, тыгдум. Битва хил против дракона, да? Круто. Великолепно было. Странные крылья, наряд дедушки подарков и то, как ты подкрадывалась к приюту. Ну, конечно же, ты фанатик подарков. Фанатик подарков? Постой, меня зовут Рената. Люди такие грубияны. Так, что, нам надо победить ее, да? Давайте посмотрим. Фанатик подарков убегает или царит сражена? Серьезно, раньше фанатик. Понял. Понял. Ну, давайте потихонечку начнем, что ли. Ну, пакость. А ну что, яма. Ну, пакость. Что, что ли? Ну, что ли? Ну, что ли? Поверить не могу, что проиграла человеку. Ой, эти странные рога у тебя на голове. Да ты же не человек. Ха. Ты демон, пытающийся сорвать вручение подарков? Да как тебе не стыдно? Что? Но я не собирался сорвать вручение подарков. Ты пытаешься подменить все наши подарки. Что за ребячество? Ты все еще ищешь какие-то оправдания? Как ты посмела назвать это ребячеством? Ее... Это ж фанатик подарков. Я знала, что она попытается проникнуть в приют. Проклятие. Проклятие, она сбежала. Ну, вроде бы был первый уровень, как обычно, не сильно сложный. И вроде как и история здесь более-менее интересная. Не то, что было в предыдущем ивенте. На месте сражения Теарис и фанатик подарков я только что нашла нечто похожее на чешуйку. Должно быть, она ее обронила... Ее обронила эту смутенку. Я пока не могу определить точно, какому виду относятся создания подобной чешуи. Но могу сказать точно, что фанатик подарков не человек. Точно, у этой Ринаты были рога на голове. От нее веяла демоническая аура. Демоны? Вот ведь мерзкие типы. Они теперь и день подарков пытаются испортить. Похоже, здесь речь идет не о каком-то обычной шалости. Нам нельзя терять бдительности. А еще у этого фанатика подарков наверняка есть былые грешки. Нужно во всем разобраться. Но Розали отправляется в патруль, и она будет присматривать за детьми. А нам нужно подготовить украшение для дня подарков. Кто займется расследованием? Нам что, придется ждать, когда она объявится снова? Я займусь, я! Я не просто видела лицо фанатика подарков, но еще и сумела ее поймать. Хотя в итоге она все равно сбежала. Но прошу, положитесь на меня. Я хочу помочь засетить особый день, который всем с таким нетерпением ждут. Хорошо. Похоже, ничего другого нам не остается. Так вот. Ну, довольно-таки интересненько. Интересненько. И это читать вполне интересно, чем было в предыдущем. Надеюсь, видео было интересным. А с вами был Темный Ниндзи. До новых встреч и пока-пока.